С начала учебного года народные избранники, чиновники и представители перевозчиков решают один вопрос. Сделать ли в Соликамске для школьников начальных классов льготный проезд? В теории все должно работать вот так. Ребенок с этой карты будет проходить в автобус, через валидатор оплачивать проезд. И оператор будет уже выдавать и перевозчику, и администрацию информацию о количестве проездов. Родители кладут на карту деньги из расчета 15 рублей за поездку. Все поездки в день в школу и обратно. От нас, от перевозчиков мы договорились о снижении цены до 18 рублей. И со стороны администрации это снижение еще было на 3 рубля до 15. 3 рубля через опять же оператора заплачивает бюджет городской. И эти деньги поступают перевозчику в количестве 18 рублей за одну поездку. Чтобы из теории все перешло на практику, депутаты должны на заседании Думы принять положительное решение о льготном проезде. Следующим шагом станет финансирование. Как видно из обсуждений на комиссиях, депутаты уже готовы проголосовать за. Основываясь на этом, чиновники предложили уже сейчас внести поправки в бюджет, что вызвало вопросы в КСП. Выделение средств на субсидирование перевозок малышеклассников, оно немножко опережает, так скажем, телегу впереди лошади. Что нормативного акта, по которому бы Дума одобрила эту льготу, еще нет. Но мы принимаем уже расходные обязательства, если вносим изменения в бюджет, о том, чтобы эту льготу предоставлять. Поэтому прошу рассмотреть с учетом наших замечаний. 742 200 рублей требуется заплатить перевозчикам из городского бюджета. Этих денег хватит, чтобы компенсировать до конца года по 42 поездки в месяц школьникам начальных классов. А их сейчас 5204 ребенка. Но эта цифра должна быть больше, говорят в прокуратуре. Получается, вроде прошел процесс объединения город-район, тем не менее, опять идет какой-то выдел. Сельские дети и городские дети, такого быть не должно. Сегодня еще также прозвучало такое мнение, что из 5000 городских детей заявилось родителей только на 1500. Соответственно, я не думаю, что сельских детей первых-четвертых классов более 3500. Поэтому, если они захотят проездной, то смогут написать заявление в управление образования. Как это правильно сделать, будут объяснять в школах на родительских собраниях. Расскажут родителям и о том, что если ребенок не использует месячный запас поездок, оплаченный родителями, то деньги не сгорят, а перейдут на другой месяц. Останется ли льготный проезд в 2020 году, пока не ясно. Все упирается в деньги. На каждые три рубля, которые дает город за одну поездку, перевозчик дает шесть своих. Не обернется ли это новым повышением тарифа, но уже для всех соликамцев в следующем году. Тревогу депутатов развеял заммэра Вадим Черенков. Даже если они с этим выйдут, мы это в расчетах просто принимать не будем. Для обоснования, у них должно быть обоснование повышения тарифа, мы просто это принимать для расчета однозначно не будем. Как говорится, время покажет. А депутатам решить вопрос о льготном проезде нужно будет уже 30 октября. Как пройдет октябрьское заседание Соликамской городской думы, мы обязательно расскажем. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.